Трансляция включена. Сегодняшняя тема фальшивые питомники. Ну, 8 мая, завтра праздник. Давайте сегодня вам сниму этот фильм, а посмотрите уже после праздника, когда будет смонтирована, музыка добавится. Вот, поехали. Будут все фотографии подряд. Еще раз, главное, это трансляция. Будут все фотографии подряд показывать. Всякая система. Говорят, что это плохо. Часть людей обстоятельно привыкли к этим самым коллекциям, в середине которых дремота переходит в глубокий сон. Особенно при домашнем просмотре на диване. Вот, я по этому воду перескакивать с одной на другое. Ну, берем крупный план, поехали. Вот, все расскажу сегодня. Может быть, будет несколько предложений. Вот, ну, я не могу сказать, что это фальшивая савельница. Самый настоящий. Так, видите, это мне прислали. Посмотрите, какое чудо пришло. Вот. Еще раз. Посмотрели, пробовали, скомментировать не буду. Если уже наша отечественная, то, как видите, я бы не стал бы, конечно, такие покупать. Но человек покупал, не видя, что. Давайте приглядываться. Смотрите. Мое дело научить вас разбираться в этой кухне. Вы видите, черешни. Черешни прекрасные. Ну, подумай, что все они взяты с интернета. Вот. У меня откуда такая уверенность? Потому что любое нажмешь, черешни нажмешь, и окажешься. Вот такое я не буду на это время терять. Многие из вас знают меня по 2700 фильмам. Вот. Вот такой вот список интернет-магазинов и сайтов якобы питомников. Вот. И где они? И все равно одни и те же фотографии. Все те же, все те же. Вот. Это одна причина, почему нельзя верить вот этому интернет-магазину. Есть вторая причина. Он расположен в Омске. Омск – это самая кондовая Сибирь. Когда-то была столица Сибири. Самая... Ого! Я могу смело утверждать, что никакого черешнего сада там нет. И сейчас она просто под руку попалась. А каждый год в среднем по разу она мне попадается. Этот металют-магазиномский садоват. Вот. Я каждый раз задаю вопросы. Откуда дровишки? В ответ – грубая тишина. А продажа садовцев продолжается. Вот. Ну, вот как сюда попала вот эта вот фотография? Это я с экрана снимал. Прямо в интернет. Яндекс.Джен. Что я тут вижу? Я вижу, как наседая полностью уничтожить муравьину Сибири Натачи. Самая подлая вещь, когда не зная роль и значение муравьев, не имея в этом понятия, люди начинают укладывать деньги за уничтожение сада. Я оговорился. Уничтожение семьи муравьина и сразу уничтожение сада. Вот. Прямой связи между котлёй и муравьями, как мне тут же бордой ткнут, пляжи, вот. Прямой связи нет. Пля появляется на ослабленных деревьях. Ослабленные, потому что, ну, допустим, чуть-чуть вернулось. Ну, допустим, с дома купили черешню. Допустим, у нас в Молдаве. И какое-то время там забросали снегом, она поживёт, например, Ивовский. Пускай. В Молдаве придёт в магазин, купит, скажет, ух ты, не интересуюсь. А где же я в Молдаве? Где он этот самый, сад там, возле Ивовска? Ну, пожалуйста. Я хочу там на месте саденц выкопать. Ну, лапшу навешивать, допустим, купил. Вот. И первые годы он ещё живой. Где-то низкая штаммовая форма, где-то снегом закидал. Некоторым удается даже целый сарайчик и строить. Да. Так хочется ягоду попробовать сладко. И всё равно начинается болезнь. И на самую деревьев нападает пля. А уже за ней появляются муравьи, потому что дорогов нет. Вот. Но если дерево здоровое, тлина в нём нет. Напоминаю. У меня нет тлина. Черешнях, вишнях вообще нет. Абрикосах, грушах. Так. Есть только на сливах. Да, на сливах нет. Как только на сливах и подал, у меня тля есть. И на яму. И то по-морски. На сливе вообще не происходит. Некоторое количество тли. Ну и кускай. Все хотят кушать. Вот. А здесь полное, предлагается полное уничтожение. Видите? Полное. Вот это значит, что в саду не будет никогда. Ошибка страшная. Осабленное дерево осваивает тля. У неё есть мама. Мама с крыльями. А в районе это уже потом. Уничтожение в районе страшнейшая ошибка. Я вам воспользуюсь на случай. Вам рассказать. Ну а ниже садница груша колоннебитная. Вот. Право внизу. Вот. Ну так получилось, что реклама есть реклама. Я не могу не снигировать. Официально заявляю. Зарезу Галерий Константинович. Пусть без сантех. Официальный титул. Вот. Вот. Правда, что первый титул. Вот такой же обычный. Фильм из железа. То означает это, что тем не менее, я утверждаю официально на всю страну, на всю планету. На всей планете нет ни одной колоннебины груши. И сколько бы они растели вот так вот грушу. Вот. у вас ничего не получится. Если вы купите. Это будет обыкновенная груша. В лучшем случае. Ну, давайте сюда посмотрим. Загляну в морский садовод. И вижу, что здесь еще и абрикосы есть. Видите? Колоннебий, колоннебий на ябре существует. Мы тут все поняли в том, что всегда используются фотографии одни и те же. Сотни интернет-магазина, сотни сайтов на депетонниках используются одни и те же фотографии. Почему? Пореально достичь такого урожая, как на фотографии. Это на один год почти случайно. Почему? Здесь почти нет листьев. А запоминать раз и на всю жизнь. И когда-то это войдет в учебники, но когда там наши появятся, там он показывает, туда показывает. Тогда будет признана одна из моих сотен постулатов, которая звучит так. Урожай яблок. Груш, слив, чего угодно. Зависит от площади листьев. Ну, конечно, суммарный урожай. Какой-то год может быть так, какой-то так. Кто куст, а то куст. Это понятно. Это Сибирь. И не только Сибирь. Большая часть России. А в сумме вот это вот практически невозможно. Здесь не соответствует между площадью листьев и урожаем. Это на один год. Это редкий случай. Это юг. А Омск, это картинку по Сребзу, присвоил. И никогда у него такого не будет. Нет ни одного такого дерева. Но это значит, что есть урочи речные у них. Эти самые, как сказать, ну, привозные, мягко говоря. Ясно, что откуда. Не стоит, скажи ясно, откуда с юга. То, скорее всего, и то, что они выдают заколновить до яблони, они существуют. Только мало урожайные. Это тоже привозное. И тоже сказки. Ну, давайте, вот, видите, написали. Абрикос. Ух ты! Так в Омске еще амрикосы есть. Давайте глянем. О, старые знакомые. Куда не посмотришь? Куда не посмотришь? Все эти фотографии есть в интернете. Вот так, головушки. Попробуйте, в Омске о мечах говорю. Ну, ну, что вам это выписывать там из Москва или еще раз куда-нибудь там из Брянска, где тоже, оказывается, нет амрикоса. Или почти нет. Ну, что делать? Задать вопрос. Уже есть фотографии. На этих фотографиях я же еще и эти. О! 308. Нет. 3812. 478. 878. Позвоните, спросите, откуда дровишки? Первый вопрос. А если насчет врач, что это вырастили и черешню, и ямы, и колори, и грушу у себя, и абрикосы, вот. Пожалуйста, пусть предъявят в натуре. Я живу рядом, я приеду, у меня машина есть. Вот. Куплю на месте. Ну, и вы слушаете лапшу, которую будут вешать. Вот. Грязь, семена. Они, вот, груши, которые нет на планете, им даже лень найти нормальную фотографию с грушами. Видите? Обыкновенная. Висит. У меня гораздо ярче фотографии, где вот так вот грозьями висят груши. Висят, заметили, снизу растут. Там штамп, штампа нет. Вот. А сверху выклёная ветка. Но я их ни одну не выдавал заколновидные, потому что мне главное это честь. Вот. Мне главное это достойно жить, достойно уверять. Вот. Видите? Ну, давайте сюда глянем. Вот моя фотография. Я десятки раз показывал свои фотографии. Просто верьте мне на слово. Моё время сэкономил. Я каждую могу найти. А, у меня завтра вебинар. Смотрите, 8-9-го я не стал отменять вебинар по просьбе Турнечис. Поэтому, пусть там будет поменьше народу, но он состоится. И там как раз есть этот же самый Гарден Март, но уже годами с двумя позже. То есть свеженько. Это я собирал годами. Он стоил 430 рублей. Якобы академик. Фотография моя. Я там предъявлю её. Завтра на... А, для вас завтра не наступит. Она наступит повысок где-то пока моя хорошая знакомая абаканская девочка, студентка с маленькой пенсией и стипендией, которая получает, которая превращает под эти фирмы. И в том числе и вот этот. Вы видите там музыка, вставочки уже как-то будет встречать гораздо прилично. Я это баланска, заготовку так гонила. Вот. Я заказу фирм плачу по 200 рублей. Хотите, помогайте. Вот. Чтобы побольше было таких фирмов. Не ради меня. Вот. Ради этой девочки. Вот. И может быть даже ещё больше ради тех, кто у кого из кармана не выйдут эти деньги. Уже стало 360. Это я покажу на вебинаре. Но вебинар состоится завтра. А фильм поедет чуть позже. Вот. Поэтому не пожалейте 8 960 7776 8672 100 или там 50 может быть 200 рублей. Ещё раз 8 960 776 8672 Вот. Придёт допустим эти деньги это будет означать что сейчас лет и доходов нет. Вот. А я же не для себя все эти фильмы снимаю. Вот. Сейчас и летом ничего не зарабатываю. Книги не покупают. Диски не покупают. Преусселен туалетов не покупают. Ждём осени. А пока вот такая градация. Это ещё старый. Достаточно старый. Когда сниму? А. 21 год. А 22 уже 360 рублей. Вот моя фотография. Короче опять лапша. Но там я про это буду подробнее. Попалось под руку. сами виноваты. Нечем прислать фотографии. Когда ясно что нету у вас. Кстати гранат это сад сад сход вот. Чего вы там сад не снимите? Тоже сада нет. Предъявите сад. Предъявите свои фотографии. Это люди будут с радостью покупать. Чтобы хоть сады появились. Вот. А так полюбуйтесь. Крупный план. Вот. А полюбуйтесь самоплодный сорт. Вот. Вранила. Хоть это моя фотография. Хотя это мой академик на фотографии. Никакой не самоплодный. Вот. Посмотрим дальше. Микроклон. Что здесь делает вот эта фотография? Что здесь делает микроклон? Микроклонирование это страшный тупиковый путь. Вот. Самое когда касается кустарников они отсерживаются под снегом. Это нас не касается там. Я не скритикую я придерживаюсь нейтралитета. Потому что все-таки тут уже зимостойкость и моростойкость на второй план уходят. Всегда можно кустарник это малину смородину крыжовник жимолость всегда можно спрятать под снег поэтому не так важно. А вот когда вдруг появляются ах а вот мы сможем оказывается клонировать и древовидное растение настоящее вот тут уже извините сказки. Нету подвоем морозостойкого ни черта в средней России это ваше не будет будет вымерзать. Опять же расклон значит у него корневой шейки нет значит будет недолго жить гнить и так далее. Пока коротко. А все беда в том что микроклонирование это значит берется размалывается кусочек фрагмент дерева. А если оно культурное значит не морозостойкое. А если дикое то зачем его растить значит получается культурное не морозостойкое. способность есть такая у растений у каждой клетки уже не пучки а клетки от растителей корешки и вершки превратится в дерево но неполноценные я их называю рычкой доли пусть скажешь что я не прав потому что уже налажено производство том средневовидных растений а садори что-то не вижу садори персика стоило садори почему я здесь почему я именно этого да так же нажимаю на этом в яндексе садори персика нажал вот они персики что я вижу белый лебедь знаменитая фотография встречается в сотне сайтов присвоили эту присвоили эту 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 раз два три четыре пять шесть семь ой моя фотография и называется она семеряк то есть она всю жизнь была персиком хасанским скромным некрупным я его культивирую когда-то начал с одной почки сейчас шагает по всей стране но шагает мои хасанские а вот это вот неврозостойки которые вы купите в лучшем случае если не обмануть будет персик но замерзли сто процентов и не взглянет когда вы будете укрывать понятно ну еще раз персик сибиряк это миф это сказка те которые живут где угодно в средней России тем более на севере России там европейская Россия много северных областей и вдруг персик тебе у нас это точно уже название хитрое придумали для моей фотографии так саженцы плодовых растений зачем мне это фотографию еще скажу надо вспомнить вначале нажал все да оказался вот тут потом сейчас наверное нажму на абрикос сейчас пойдем дальше о абрикосы откуда дровишки правильно фотографию из интернета вот смотрим дальше агроректор чем он хорош вот в НИИ люпина брянская область это там где ни черта люди не могут это самое вырастить абрикосы ничего пока плохого с хорошей не могу занимались бы травой а то опять все из интернета все из интернета ну как так ребята вот что здесь у нас черешня о персик тиберак опять мой вот он родной наполовину закрыт этим рекламой вот дальше саженцы персика черешня ну ладно посмотрим что там еще есть персик принц марта вот это вот абрикос принц марта якобы вертикальный ствол якобы колны а как же он так улеплен кстати выше он уже не улеплен так почему значит показали бы раз во вторых поверьте мне железу если я чего-то стою на следующий год здесь будет пусто вертикальная ветка штаб просто пусто и вся колновидность исчезнет как дым здесь будет как ваша голая коленка посмотрите на голую вот такой будет штаб хотите проверьте купите за 410 рублей вот то есть опять официально потому что мои слова чего-то стоит поэтому заявляю под своим именем официально на всей планете нет ни одной колновидной абрикоса вот ну здесь еще смешнее через хелена колновидная посмотрите на этот снимок мы сейчас копнем глубже итак мы сейчас берем и заходим сюда почему я набрал фото через колновидное вот все картинки нажал давайте смотреть еще рассмотрим внимательно что мы видим вот справа чтобы вам нужно ориентировать во первых мы видим горшочек небольшой природ трехлитровый мы видим мощное дерево несколько килограмм черешни вот якобы кстати это рисунок чтобы вы знали вот дело в том что здесь получается так если вот в этом горшочке выросло вот это и не имея несколько там 2-4-3 мощных опоры он бы сразу опротинулся и ничего бы не было ну допустим опоры у него есть только мы почему-то их не видим да и вот она такая якобы растет ну тогда мы берем смотрим повнимательнее вот посмотрите вот просто картинка внизу справа вот это вот национальную доску похоже а вот это вот какие-то цветочки так посмотрели и давайте найдем ее набираем череши колонавидная пожалуйста ой сейчас поторопился и так мы среди колонавидных череши можно про каждую рассказывать сказку вот ну давайте мы найдем сразу ее чтобы не сомневаться чья она это откуда дровишки вот эти вот эти но здесь так вот это вот все осталось горшочек вот эти листики я по ним сужу то есть ориентируюсь а давайте еще раз я хочу чтобы вас ясно давайте но изменения есть видите кружочек слева с крупными ягодами видите внимание куда он делся он вот тут был но через она же я по листьям вот видите и вот эти вот цветники или что-то красное краснеется так вы мы с вами убедились что это слегка переделанное замораскированное вот это вот черешня согласны а давайте посмотрим сколько этих фотографий ну инфицировали 100% самое главное это вот это что в центре ой извиняюсь то что в центре вот это вот это 100% вот не 99,9 ну вот это вот художник добавил и убрал эту стрельную доску справа но это она 100% а теперь мы берем и нажимаем найти изображение в Яндексе и так господа туш там даром 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 через соколовин в Владивостоке Билибино вот интернет в таком магазине таком таком на Украине вот вы представляете и так как их в природе нет им приходится выбирать поэффектнее вот смотрите не обязательно видите здесь вот есть с этим самым с кружочком есть без кружочков но аниссируется по центральной поняли да вы представляете что делается это гигантский масштаб лохотрон ну возвращаемся ну тут дальше Казахстан идет Украина вот то есть вот этот вот самый который нам с вами предлагал санкций черешник вот а еще не все смотрите вот я вот это нажимал вот смотрите вот мы сейчас с вами смотрим еще не только вот тут вот сюда да вот но вам не кажется подозревать что вот эта картинка и вот это и вот это что все таки это одно и то же поменяли только здесь кружочек с этими там нет здесь реально доска тут нет циральной доски вот и это а теперь представьте себе что я на каждую нажимаю и опять повторю сколько их ё-моё вот это мошенничество посмотрели ну что возвращаемся к нашим баранам ну бараны это мы нет не так нас хотят держать за баранов и так мы с вами в большое саженце возвращаемся где мы а тут остановились по-моему мы как начались черешни так сейчас не закончили так вот эти мы были проходили посмотрели 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 так так ага вот она вот она это я с экрана фотографировал я потом то что вы видели повтори-повтори это мы были в яндексе вот теперь мы с вами вернулись и так вот это вот чистая липа ни одной черешни повторяю нет на планете и вот эта фирма под названием весна-осень можете ее сразу посылать куда посылать куда хотите вот теперь смотрим дальше вот ну-ка 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 контакт на телефон вот они а кстати это московский номер вот интересно да Краснодар а номер московский как это так ну понятно ну все не буду дальше придираться идем дальше где где мы тут оказались а ну здесь я понятно цветы цветы для еще один продает сармцы это сайт вот я бы не стал придираться ну подумай что это фотография с интернета с интернета с интернета но это моя фотография 100% моя фотография еще раз кто сомневается прилюдно спорю на ящик самого дорогого коньяков кто-то скажет нет не ваше я же говорю это прилюдно вот окажется что не моя не предъявлю я вам допустим оригинал ящик самого дорогого коньяков я специально это делаю чтобы возбудить ваше желание поискать стать исследователями убедиться что все что вы я разоблачаю что это действительно ложь мошенничество вот а ящик это повод для того чтобы покопаться все таки не задаром же ловите меня на свой кол опять моя фотография персик сибиряк поэтому дела на даче вот опять почему если было написано что это персик как бы его назвать настоящее его имя это персик христианский я бы придираться бы не стал вот ну когда уже переначали вот значит это чистое войне идем дальше саженцы абрикоса оууу куда мы попали опять Гарденмарт 540 а было же 400 а ёп это как понимать вы цену задрали или наоборот прошла а это потом та уже три цены знаю уже было 400 с чем-то последнее в этом году 22 360 а 540 а вообще помню было зачеркнуто 600 с чем-то ага всё понятно всё зависит от спроса меньше удается обманывать смотрите и так абрикос академик сейчас мы с вами мы не будем длинные фильмы делать сейчас мы с ним разберемся и сделаем перерыв а впереди у нас это примерно 2 процента 3 от тех разоблачений что я готов сделать то есть я могу продолжать бесконечно еще раз говорю 50 стоили 200 рублей и мы с вами будем переучивать всю страну и я скажу сейчас поймете почему значит были передачи оказывается у нас какие-то с южными странами отношения мы не имеем права к перекрытию кислород это значит что везут на север за тысячи километров северные сарминцы погибли погибающие по принципу тысяча из тысячи все до единой погибают вот разорительно люди у нас хороший может быть врач военный может быть лекарь пекарь аптека прекрасно но тут они извините плавают как эти самые как новички в этих делах и им впаривают вот это все причем клянутся что это все как тоже гадон март что это все все местное все прекрасно будет и тогда я что сделал я хочу показать вам откуда растут ноги смотрите вот например абрикос давайте посмотрим смотрите там был академик смотрим на абрикос академик описание сортов вот я набрал все картинки нажал а теперь смотрим узнаете вот этот вот фотографий гадон март а это уже другая свистла сад в общем давайте посмотрим нажимаем на правую мышку находим в ядексе так и начинаем листать мою фотографию с моего сада сделана моими руками вот это еще не все кстати тут самое самое страшное есть я это самое попутницы академии причем академия тиберязевская знаменитая когда-то может она была впереди всех а сейчас она такой плетется позади всех сейчас 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 она мою фотографию свистнула абрикос ладно будет вебинар давайте я вас еще отправлю на вебинар итак значит вебинар состоится по понедельникам а вот сюда я спрашиваю потому что может прибавиться хоть немного народу видите это моя гостевая книга вот это вот вот здесь можно зарегистрироваться вот здесь можно зарегистрироваться и вот здесь можно зарегистрироваться вебинар ближайший 9-го А вообще их было 181. Идет пятый год. Работа не кончается. И здесь на этом вебинаре вы видите фотографию, которую присвоила Теревическая Академия. То есть они опустились до того, что ничего уже сами не могут изобрести, а приходится у нас у любителей тырить. Поэтому продолжаем таком образом. Мы опять залазим сюда. Нет, не сюда. Не сюда. Мы залазим вот сюда. Еще раз. Вот эти. Вот это вот я набрал. Абрикос Академик в Яндексе. Описание сорта, фото. Все картинки. Итак, вы видели, что присвоили вот эту фотографию. Гарден Март. Не только он один. Я показал, какое количество свистнуло их. Этих самых. И теперь давайте пробежимся по картинкам, чтобы была полная картина. Одна из самых распространенных. Не моя. Но они же как? Специалистами быть не могут, потому что сами не выращивают, а только перекупают у южных стран. Поэтому они говорят кому? Они говорят компьютерщику. Ну-ка, сделай нам сайт покрасивее. А фотографии? Ну, нет у нас. Ну, возьми поярче из этой, с интернета. Вот и берет. А так как мы на втором месте, то она попадает в добрый сотню раз. Вот это добрый сотню раз попадает. Вот это фотография покойного Гладенкова Юры, моего друга, Царство Мои Небесное. Вот это еще одно раз. Почему? Вот обратите внимание. Вот это уже производная. Вы их увеличили в два раза. Я, Латенков. А вот это классическая. С длинным носом. Вот это классика. Вот это классика. Так. Вот. Вот. Теперь. Еще покажу. Вот это классика. С длинными носами. Это кто хоть немножко разбирается, подсказывает компьютерщику. А кто не разбирается, говорит, давайте вот эту. Сезон дачи. На самом деле, это фотография моя. Фирменная линейка Жерезова. Особая. Разоблачившись несколько, да добрую сотню сайтов, которые прислали фотографию, вместе с вот этой вот линейкой. Не понимая, что эта линейка их выдает, как это. Были случаи, когда линейка такой частью верхней, что ее просто отрезали. Ладно, смотрим дальше. Опять моя фотография. А давай, кому я прислали? Две сотки. Я не знаю, что такое две сотки, но фотография моя. Давайте еще раз нажмем. А прикол, сорт академии, две сотки. Ага, ладно. Но фотография-то моя. А, доказательства? Вы видите абрикосы на деревьях? Вон на дальнем плане. Это редкий случай. Обычно, когда рисуют, дальний план у них такой размазанный. Я потом, когда они все это будут показывать. А это моя беседка. Я никуда не денусь. В этой беседке за столом я угощал несколько десятков телеканалов. Теперь поверишься, что это было? Что это мой стол. Вот. Вот здесь вот то, что вы видите, беленькое, вот это среди деревьев. А там бочка, как душевая. Еще, вот это вот справа, это, это я специально. А вдруг кто-то скажет, нет, не ваша, моя. Еще и к суду привлечет. У меня, я уже несколько лет, говорю, нарываюсь. А давайте судиться. Вот. Потому что, чтобы как-то трибуна должна быть какая-то. Сильно мало это, люди знают, правда. Вот. А это шифер, это туалет. Вот он, вот где у меня курсор. Ну, хватит этого доказательств. Смотрим дальше. До куда мы дошли? Вот до этой. Сейчас по одной листаем, 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 листаем. Вот. А вот это вот, одна, чуть ли не самая первая фотография. Он такой и был природный. Это Дальний Восток, это Академия Казмина. Это мы потом наиздевались над ней. Ой. Как мы издевались над этим Академиком. Вот это еще, вот это вот, промежуточный вариант Академика. И это промежуточный, это мы с Ладенковым. Вот мы чего-то стоим. Смотрим дальше. Листаем, 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 листаем. О, посмотрите, во что я превратил Академика. Вот здесь эта фотография оказалась моей. Еще раз. Кто-то их или вставляет сам сюда, как самое эффектное. Но, во всех мировых рейтингах всегда я на первом месте. Ну, вру. Один из первых. Вот, посмотрите. Абрикос Академик Лондон-Железов. Семь дач. Вот тут все по-честному. Редкий случай. Смотрим дальше. Вот. Дошли мы, вот до моей, это аспирантка Красноярского университета, а даже моя помощница и сотрудница. Это единственный случай, где любители наука, братья на век. Вот эта фотография еще родная. Одна из самых ранних фотографий абрикоса Академик. Вот. Тоже часто мелькает. Идем дальше. Не мое, не мое. О! Ну, дальше уже пошло разное. Это абрикос Амур. Его выдавали еще за колновидное. Это мое. Ну-ка, нажмем. Абрикос какой сорт выбрать. Ну, короче, тут я не говорю, что кто-то свистал. Но вообще я свистал их несколько десятков. И вот в другом месте. Да, в принципе, почему? Вдруг скажут, ну, ты брать железу, найти изображение в Яндексе. Давайте смотреть. Использовали ее нет как эффектное. Видели? Десятка 3 использовали. Так. То есть она без внимания не осталась. Смотрим дальше. Итак, это моя. Вот моя фотография. А почему? Ну-ка, кто ее присвоил? Какой-то вот брр, брдкр, ру. Моя линейка. Представляете, во что я превратил выходим? Смотреть глаза. Моя линейка. Все та же. Тут уж не отвертитесь. Ну, еще посмотрим сюда. Вот. Это фотография Монитоба. Ну-ка, проверим. Ну-ка. Абрикос Монитоба. Сезон дачи. Правда, фотография моя. Название хоть не наврали, но присвоили. А давайте посмотрим, еще кто-нибудь свистнул. Нет? Найти изображение в Яндексе. Ну, немного. Оно не самое яркое. Ну, несколько сайтов все-таки ее используют. Как свое, как родное. Так, ну что, хватит? Или еще? Еще, еще, еще. Это не мое, не мое, не мое, не мое. Не мое, не мое. Не мое, не мое, не мое, не мое. Тут уже повторы пошли. Это повтор, это повтор. О! Ну-ка, интересно, кто ее свистнул? Это моя фотография с моей линейкой. Ну, смотрите в глаза. Линейку свистнули? Подробно об армянском сорте шалах. Ну, все правильно. Вот тебе, пожалуйста, якобы, хозяин. Вот. Подробно, не имея этих плодов, но подробно. А дальше лапше будет. Вот. А мне гордится лет, что я мошенником, на мошенников работаю. Амрикос академик. Да, правильно, академик. Только знаете, к чему это? Вот. Тут опять какая-то фирма себе присвоила. Да? Только дело в том, что, если нет, эту девушку я знаю лично, да. Ну, поверьте, у нее фамилия из Железова. Имя Татьяна, отчество Александровна. Так вот, Татьяна Александровна, она, жена моего сына, питомника ввода. Он же этот, агроном, только что по профессии не используется наукой. хотя он один из лучших переводчиков России. А она помогает на пункте. Заходите, саженцы иметь. 8, 913, 444, 3178. Татьяна Александровна. Вот. Ну, уже на осень, уже сегодня 9 мая, 8 мая, уже все, пока лавочка закрылась до осени для посылок. А кто еще приезжает, в горшках еще несколько дней, пока у нас похолодание до нуля, значит, пока еще можно приехать, выкопать горшок, с горшком увезти. Вот она попалась. И все, честно, да, вот это и есть Академия. Ну, еще посмотрим. Никак они не заканчиваются. Я уже побыстры вот тут, вот тут, вот тут. А эта Латинкова тоже свистнули. Я уже не буду вам показывать, сколько сайтов его свистнуло. Но эту фотографию делался в саду Латинкова. Знаете, почему еще? Вот это, видите, спичный коробок. Это его спичный коробок. Так. Хватит или еще? Тут еще будут попадаться, почему? Тут уже будут под другим соусом, под другим названием. А, вот еще. Знаете, как маскируют? Вот на моей фотографии вот так обрезали. Тут полплода, тут полплода. И написали прикосы Академии. Теперь он не мой. Все. А знаете, это уже что? Вот. Это уже логотип. Теперь уже не мой. Ну все, давайте так. Мы сейчас будем заканчивать с вами. Все, я еще поубираю. Я боюсь, когда сильно много всего тут понапиха, она гостевая. А, про гостевую вы поняли. Хотите учиться? Пожалуйста. Ну, пусть вы на этот не успеваете, который будет 9-го. Ну, прибавьте себе в день. Будет 16 мая и будет опять 16 часов по московскому времени и опять мы встретимся уже 183-й раз. Вот так вот. Ну, что, друзья, наверное, для первой серии я достаточно наговорился. Вот, давайте прощаться, но ненадолго. Вот, еще раз. У меня трудный период. Я плачу девочке по 200 рублей за проявление каждого из вот этих вот этих. Сейчас покажу. Вот это мой так называемый YouTube. Вот здесь можно подписаться. У меня всего 10 тысяч подписчиков. Это вам не миллион. Позвольте представиться. Подписанца. Я хочу, чтобы вы видели, да? Я надеюсь, у нас прибавится. Посмотрите, какие темы. Вот. Тема моря. Просмотра мало. Где-то сотни, где-то повезет. Тысяча, редко две. Вот. И наука стоит, моя наука стоит на месте. А это очень плохо. Но сегодня мы начали с разоблачения фальшивых питомников. Вот. И надеюсь, что мы с вами будем выращивать сами. Тогда мы не попадемся никогда. Все, друзья, до свидания. До первой серии достаточно. Я отключаю трансляцию. Остановить запись. Продолжение следует...